Приветствую вас, а давайте разберем ваш вопрос. Обращаюсь к вам в надежде получить помощь, волнующий меня вопрос. Ну, вопросов у вас несколько. Я довольно уверенный и сильный человек в плане моральных и душевных качеств, а также своих умений. Ну вот, смотрите, довольно уверенный и сильный человек. Вот хочется вас спросить, как вы это понимаете? Как вы понимаете, что вы довольно сильный и уверенный? Дело в том, что это звучит ведь как оценка такая. Это звучит как оценка себя. Это звучит так, как будто бы вы себя оцениваете. Вот. И что такое сила? Что такое уверенность? Вот, например, для меня сила и уверенность выглядят, ну, к сожалению, как некий такой элемент, я бы сказал, космоса. То есть, ну, вот, проявление, скажем так, проявление силы, да, проявление силы, проявление уверенности для меня означает как космос. Ну, к сожалению. Поэтому вот хочется вас спросить, а как вы видите уверенность что в себе, вот, как вы понимаете это, что вы, ну, в себе уверены? Как вы понимаете, что вы сильный и что такое сила, по вашему, по вашему мнению? Вот. Было бы неплохо, очень было бы неплохо, на мой взгляд, на этот вопрос ответить, вот, ну, как минимум, да? Вот. Если вы себя оцениваете, то есть, ну, понятно, что вам повезло, в какой-то степени вы здесь себя оцениваете как-то позитивно, вот, но если вы себя оцениваете, в целом, если вы себя оцениваете, то, на мой взгляд, ну, вы, вы можете, вы можете, именно что можете, себя оценить как позитивно, ну, вот, вы можете себя оценить, ну, так и негативно, вот. То есть, тут вот, как бы, с этим, таких-то вот сложностей, наверное, нет, пожалуй. Ну, тогда все, кто у нас есть, ну, вот, в какой-то степени, получается, такая вот, знаете, ну, постоянная угроза того, что вы оцените себя негативно, негативно, вот. Что вы оцениваете себя как-то, вот, плохо, вот. То есть, какая из этого вытекает мораль? Что, если вы оцениваете себя хорошо сейчас, то, в следующую, в следующую минуту вы можете оценить себя уже плохо. Вот. Ну, и, как бы, вот, вопрос здесь, на мой взгляд, именно вот такой. Дальше. У меня много страхов, которые мешают мне раскрываться как личности и препятствуют моему дальнейшему развитию. Ну, смотрите. Страхи, они, вообще говоря, человеку нужны, ну, нужны страхи, человеку. Они его защищают, они его оберегают, они помогают ему, собственно, как-то, ну, адаптироваться. А, вот. То есть, тут, в этом смысле, сложности именно со страхами, да, нет. Но вы говорите, что вам это мешает развиваться. И, как правило, вот, то, что мешает развиваться, как раз, является чем-то вроде ключевым, ключевого момента. То есть, вы думаете, что вам страхи мешают развиваться, например, а я думаю, что страхи защищают вас от развития. Потому что развиваться вы боитесь. Ну, как бы, это не очень приятно такое положение вещей на самом деле. вот, я вполне верю, что такое положение вещей может быть неприятно для вас, но это очень, очень похоже, очень похоже на вторичную выгоду. Очень похоже на то, что у вас вот есть такая вот вторичная выгода, вы вот эту вторичную выгоду как-то используете для, значит, ну, определенного движения по жизни. Что касается страхов, то, да, мы их, их коснемся, коснемся, я думаю, обязательно коснемся. вот, но вот сейчас хотел бы обратить ваше внимание на эти вещи, потому что мне кажется, это важно. То есть, чтобы у вас вот не было искажений, чтобы вы увидели ситуацию, неправильно, да, то ты хотя бы, ну, вот увидел что-то судеб какой-то вот, ну, другой вариант, да, другая, скажем так, точка зрения на это, на вот, и чтобы мы, так сказать, попробовали эту вот точку зрения, ну, на вкус, чтобы вы, ну, смогли посмотреть на это подруги могу. Дальше. Страйки обычно по поводу людей, все мы в жизни встречали неприятных людей и расставались с людьми. Так вот, у меня есть страйки по поводу своего прошлого. Например, сейчас я боюсь, что кто-то пытался меня отомстить или сделать бонус. отомстить. значит, если вам сложно получается как-то ассимилировать опыт, который вы получаете, который вы получаете, в процессе вот как раз взаимодействия с людьми. это означает, что есть трудности, связанные с личными границами. Вот. То есть, это трудности личных границ. то есть, как-то вот между между вами и другими людьми вы личных границ не проводите. То, что они вам говорят, ну вот, это и правда. Ну, для вас, например. значит, что касается места. Что касается места. Что касается места. Значит, место это наказание, агрессия, как хотите это называть. но это то, что вы направляетесь сами на себя. Вот. То есть, эта история именно про то, именно, именно про то, что вы сами, сами, вы сами на себя это направляетесь. Это вы себя наказываете, вот, ну, условно говоря, да, и вытратите, что вам могут, могут отомстить. Вот. Даже если, даже если вам, даже если вам, на самом деле, там, могут или готовы отомстить. Вот. То, что вы об этом думаете, вот, вы сами, то, что вы сами об этом думаете, это именно история про то, что вы себя наказываете. Вот. По поводу боли, ситуация здесь заключается в том, что, человек не боится боли, ну, как таковой, боли, человек не боится, потому что, сознание, сознание отключается, когда, боль становится, небыносимой. Вот. Сознание отключается. Боитесь вы не боли, боитесь вы. на мой взгляд, немножко другого. А именно, невыносимость, неразделенность от боли. То есть, вы боитесь, боитесь того, что вы, останетесь с болью один на один. Вот, чего вы боитесь. Вот. А, значит, как-то вот у вас есть, получается, такой опыт, что вы, вот, оставались с болью один на один. Ну, вот, вы этого боитесь. Вот. То есть, значит, говорить о своей боли, да, проговаривать ее, проживать ее. Очень, очень важно. Очень важно это делать. Вот. Ну, у вас, у вас, вот, судя по тому, что мы можем видеть, да, у вас, у вас, вот, такого опыта нет. Ну, просто не привыкли, не привыкли. Вот это страх, конечно, боли. А мне всегда, повторюсь, злость и, или агрессия, вот, направлены на себя. То есть, вначале вы блокируете эту злость, когда она направляется на того, на кого нужно. Ну, на того, кому нужно вам. Вот. Сначала это блокируется, получается. Вот. А потом переводится на вас. к сожалению. То есть, момент, момент, здесь, он, ну, вот такой. И, развитие такой. Вот. Дальше. Значит, часто эти страхи догоняют меня. Как? Куда? Например. Часто боюсь, так. А, такая же проблема с мнительностью. Часто не знаю, как решать слово совсем. С мнительностью, это, получается, тревожность. Ну, это, неформулирование отношения к угрозе. В моей жизни в один момент произошел неприятный разговор с неприятным и пугающим человеком. После чего был трудный период в моей жизни. Позже я стал анализировать это, пришел к мысли, что каждый человек, которому я неприятен, может что-то плохое делать или мстить. Ну, опять же, хотелось бы послушать, как вы к этому пришли. Это первое. Пяш co, какой-то ее нов真的. фили isot, мы должныnisse и по всему Lesк zrobить, лично! И есть ли там связь, вот. Это первый момент. Второй момент, конечно, интересна то, как вы к этому пришли. Но опять же, это история, если вы посмотрите внимательно. Это история про то, что делать вам особенно. Ничего не надо делать. То есть лучше ничего не делать. Это то, какую мысль вы транслируете. То есть вы подгоняете, грубо говоря, какие-то события материального мира. Вот это вот история. Что делать, ничего не нужно. Что бы я ни делал, значит, мне будет плохо и так далее. Вот. Случайно это? Нет, это не случайно. Это совсем не случайно. Совсем не случайно такая история. Вот. Вот. Она совсем не случайно. Понимаете? Понимаете, да? Вот. 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 Поэтому тут очень-очень-очень важно вот это увидеть. Увидеть этот авток. Вот. Ну и сам человек пугающий. Вот. То есть хотелось бы, конечно, немножко так, знаете, поподробнее. Вот. Посмотрите на это. Чем человек пугающий, да? Почему пугающий? Вот. 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 Мы поговорили, начали проживать, да, но остановились, например, или, ну вот, не с тем, с человеком. Грубо говоря, начали обсуждать этот момент. Вот. Такое тоже может быть очень частое такое удивление. К сожалению. Дальше. Именно по этой причине я не оставляю контактов со своими прошлыми знакомыми бывшими девушками, потому что мне просто страшно. Это, скорее всего, чувство вины. Ну и, как я и сказал, да, вот вы не выявляете предмет угрозы. Я рассчитываю на вашу малейшую помощь или совет. Ну, помощь, в данном случае, это психотерапия. Вам нужно идти на психотерапию. Советов психологи не дают. Потому что ваша поддержка мне очень важна. Да? Ну вот. Смотрите. Как так получилось, что наша поддержка вам нужна? Как так получилось? Так что у вас, как бы, ну, есть друзья, наверное, да, знакомые. Вот. Ну, вот тут, видимо, тоже есть проблема. Что вам не с кем разделить свои проживания. Вот. И поэтому, поэтому наша поддержка вам важна. 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 Вот. Ну, опять же, опять же, это сейчас больше предположение такое. Вот. Могу ошибаться. Конечно. Могу быть не прям, могу не понимать некоторых нюансов. Может быть, вы со мной как-то не согласитесь. Вот. Ну, это не менее. Не менее. Дальше. Дальше идем. Значит, еще у меня полно комплексов. Я тоже не знаю, как с ними бороться. Например, комплекс как жизнь в общежитии. Я живу в общежитии, честно, ставлю преграду этим. Я боюсь встречаться с девушками по причине того, что считаю это постыдно. Ну, что сказать, комплекс это эмоциональный связь нескольких не связанных друг с другом факторов. Вот. Поэтому можно сказать, что здесь не про общежитие речь, а про то, что вы себя обоцениваете. Вот. Соответственно, нужно эти обоценивающие интернеты найти и подвергнуть критике, одновременно обратив внимание на другие тенденции, которых вы не замечаете. Данные комплексы страха не присутствуют в компании приятных мне людей, то есть безопасно. Но стоит мне остаться наедине со своими мыслями, я начинаю переживать и думать обо всем этом. Ну, понятно. То, что не выражено, не проще, а оно вот крутится. В детстве я был совершенно иным, но до сегодняшнего периода, во время которого я вспомнил, сейчас мне очень сильно мешает. С травмой нужно, так сказать, работать. Вот. С травмой нужно работать, ее нужно вам спрашивать, и она перестанет вам мешать. Я прошу вас дать мне совет, хотя бы маленький, чтобы я знал, как действовать и избавляться от страхов не капричала. Ну, на самом деле, по страхам очень много есть схем в интернете. Вот. Берете любой, любую, любую схему берете и, как бы, ну, пользуетесь. Вот. Другой вопрос, что техника, это просто техника без индивидуальной работы. Это просто инструмент, вот, который может, в принципе, навредить неплохо. Вот. А так вам нужна именно психотерапия, как я и сказал. Вот. Советов вообще психологи не дают. Вот. Ну, то есть мы не даем советов, это является неэтично, неэтично, неэтично давать советов. Вот. Ну, людям, да? В данном случае. Вам, например. Так. Дальше. Еще есть вопрос по повречественным изменениям. Я часто чувствую вину перед людьми и часто извиняюсь. Часто начинаю себя винить без повода и не знаю, что с этим делать. Это злость. Подавленная злость. Нужно найти. Это злость. Вот. Найти на казуана. Подавленная. Вот. И, собственно, выразить ее. Вот. Ну, абсолютно понятно. В абсолютно безопасной такой атмосфере для вас. Вот. Чтобы не было какой-то опасности. Ну, что же, на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вот. Значит, желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за... Обращайтесь за помощью. Вот. Вам она, помощь, как смысл, пригодится. Вот. Ну и... Повторим свой момент, что вам нужна психотерапия. Тут, как бы, чтение советов проблемы не решит. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Вот. Вот. Продолжение следует...